Здравствуйте, друзья! С вами сегодня Митвинник, и я проведу для вас трансляцию очередного гран-при чемпионата International F1. Сегодня у нас состоится гонка на трассе в Корее. И гонка, которая, наверное, последний раз пройдет на этой трассе, поскольку все знают, что эта трасса уже убрана из календаря чемпионата 2014 года. И на платформе игры F1 2014 мы также эту трассу уже не увидим, поэтому сегодня такое своеобразное прощание. Ну и само по себе у нас дело близится к завершению нынешнего сезона. Некоторые вопросы уже сняты касательно, скажем, чемпионского титула. Об этом мы еще затрагивали темы в прошлый раз, когда я комментирую гонку с Киммера и Камином. Сегодня он предпочел все-таки выйти уже на старт и помочь своей команде. Так вот, как я сказал, с чемпионским титулом уже все понятно. Еще две гонки назад, после гонки в Монако, я обеспечил себе это чемпионство. И сегодня у нас будет продолжение борьбы за вице-чемпионство. И бороться у нас будут Ренат Мендубаев и Никита Грибанов. И что самое интересное, вот два этапа остаются до кончения чемпионата, и у обоих по 51 набранному баллу. То есть ситуация абсолютно равная, и очень интересно будет наблюдать сегодня за их борьбой. Вот, также сегодня вновь Евгений Ньютин должен порадовать нас своими результатами. Очень уверенную победу он держал в прошлый раз. Много очков принес команде Каттерхэм. И вообще, вот в плане Кубка Конструкторов, Каттер сейчас очень быстро приближается к Мерседесу. За Мерседес сейчас выступать некому, у меня возможности таковы нет, я теперь просто комментирую. У моего напарника Сашики вот так же сейчас нет возможности. Сами понимаете учебу и все такое, и в общем-то говоря, просто уже от этапа к этапу команда просто не появляется на стартовой решетке. Скорее всего, что у Каттера сейчас наиболее такие благоприятные шансы взять этот титул, потому что другие команды, во-первых, они так по очкам отстают, ну и как бы Каттера это единственная команда, которая так вот стабильно в полном составе приходит. То есть теоретически есть шансы у Залбера, вот я вам оглашу список сейчас у Мерседеса 107 очков, у Каттера 98 и у Залбера 80. Ну а дальше там уже пропасть, там Маруси 37 и там у них своя борьба. Так вот, что касается Залбера, то за них стабильно выступает Никита Грибанов, но нет теперь уже Виктора Афанасьева, который тоже очень хорошие результаты показывал и приносил много очков команде. Жаль, что не видим мы его теперь. Но тем не менее, сегодня у нас в полном составе бежу команды Макварин. Сегодня у нас будет выступать Егор Руханов и Никита Бородин, два пилота, которые вернулись. Вообще, Ренат Мендубаев вчера в группе писал, что сезон подходит к завершению и хотел бы увидеть полные составы. Ну и вот видно, что несколько ребят откликнулись. Очень надеюсь сегодня также, что у Артема Иванова не в от них никаких проблем, потому что тоже мог в гонке в Сильверстоуне внести свой вклад в какой-то элемент борьбы. Сколько тем действительно был, это было видно на пряжении квалификации. Посмотрим, может быть еще кто-нибудь сегодня зайдет к нам в сессию, пока что 8 пилотов у нас готовы начинать гонку. Не говорю 8, потому что себя не учитываю, как сейчас видится 9 человек всего в сессии. Что касается погоды, мы видим в правом верхнем углу салона Солнышко, то есть, скорее всего, гонка будет сухая. То есть, опять же, вот эта вот система, когда мы смотрим на радары, реально положение погоды вот именно в том городе, где проходит трасса, где проходит Гран-при. В зависимости от этого, администраторы назначают погоду, то есть там будет сухая или динамическая. Просто, конечно, интересная идея, вот тогда пришла, было бы выпасть. Очень хорошо, что реализовался такой проект. Ну, также, не знаю, может быть еще Алексей Савельев сегодня у нас проедет, потому что вчера он обещал, что будет бороться, но пока что не езжа в сессии. И Андрей Матвеев, я так думаю, должен зайти, потому что я видел, что он сегодня в сети. Да, вот, заходит Андрей Матвеев, то есть у нас уже 9 человек готовы бороться сегодня. Посмотрим, будет ли кто-нибудь еще. Ну, вот мне в глаза бросается то, что нет Роланда Танделова сегодня на парня, какими райками. Ну, Ренат Матвеев у нас уже дал старт. Наверное, больше не стоит никого сегодня ожидать нашей гонки. На трассе в Сильверстоуне меня расстроил был тогда тот факт, что я не смог наблюдать за квалификации. То есть надо будет сидеть в кокпите и просто смотреть этот лайфтайминг. Ну, не знаю, как бы в начале, вот еще год назад, когда формула только вышла, то есть такой проблемы не было. Можно было спокойно выйти во время квалификации и наблюдать за тем, как остальные пилоты проходят круги. Поэтому, я думаю, сегодня мы с вами где-то минут 5-6 посидим в кокпите, посмотрим. Временами секторов, кругов, а потом попробуем все-таки, видите, может быть, у нас все не получится наблюдать. Вот, но пока что мы этого делать не будем. Вообще, на трассе в Корее у нас сегодня доступны два типа шин. Это суперсофт и мидиум, такой достаточно нестандартный вариант. Потому что разница через комплект и по количеству кругов это действительно тоже достаточно много. Так, Никита Браздин у нас. Потеряное с ним соединение, жалко. То есть, все-таки 8 пилотов, наверное, будет. Или будет рестарт. Посмотрим, что сейчас сделает Ренат Миндубаев. Но в любом случае мы уже готовы наблюдать. Да, и похоже у нас будет рестарт. Потеряное соединение с хостом Миндубаевым. Ну, сейчас будем начинать все заново. Дождемся приглашения. Ну, то есть, погода все равно у нас будет сухая. Ну, по поводу того, что вот я сказал, завел тему про составы шин. Вот, то, что здесь суперсофт и мидиум. Тут у пилотов сегодня будет достаточно такая разнообразная вариация тактики. Поскольку разница именно по времени очень большая между этими составами. И, возможно, даже вариант того, что лучше сделать на один пистоп больше. Но пусть ты проедешь на один отрезок больше на суперсофсе. И тебе это пойдет в пилос. То есть, по себе знаю, как у меня есть опыт в чемпионате мульти F1. Когда у нас там были гонки, некоторые ребята, они просто экономили комплект в квалификации. То есть, там, два комплекта использовали. А остальные оставляли себе на гонку. И там уже реализовывали свои преимущества в этом отношении. Посмотрим, будет ли кто-нибудь сегодня предпринимать какие-то аналогичные попытки. Очень интересно за этим наблюдать, когда идет борьба не только физическая. В смысле, непосредственно пилот не между пилотом, а когда они еще... У них идет борьба по тактикам. Может быть, кто-то попробует вовсе там на два пистопа или на один зайти. Потому что, медиум, он очень долго держит. И это факт, это я хорошо помню. То есть, иногда доходит до такого, что пилотом уже как-то даже надоедает немножко ехать на эту медиум. Потому что, вроде бы, у тебя темп не самый лучший. Хочется одеть суперсофт, а смотришь на телеметрию, и ты видишь, что у тебя еще более чем в хорошем состоянии находится резина. Поэтому посмотрим, как у нас поют было сегодня. Так, 8 человек в сессии, должен еще сейчас кто-то зайти. Похоже, это будет Никита Грибанов. Ждем, ждем начала сессии. Начала квалификации. Можно посмотреть пока что, кто еще теоретически может зайти. Может быть, Елена Филатова, Штайр. В прошлый раз Ким Райканен отметил ее возвращение. Был достаточно так доволен, что, наверное, лучше, но, к сожалению, не смогла помочь команде Феррари в заработании очков. И вообще, у Феррари был такой достаточно провальный гран-при. То есть, и Филатова подвела команду, там была дисквалификация. И вышло так, что Артем Иванов, у него был дисконнект в самом начале. Вот. Ну и все, как бы, пошло так на перекосяк. Была интересная борьба у нас между Артемовым... Нет, не Артемом. Никита Грибанов боролся... А с кем-то он боролся, я тоже забыл. А, с Андреем и Матвеем у них была борьба. И очень жаль, что у Никиты потом были технические проблемы. Потому что борьба действительно замечалась. У них также тогда были разные типы составов. И все шло к тому, что под конец гонки у Никиты состояние резины должно было быть лучше. Это могло позволить взять вторую позицию. Но, увы. Но зато сегодня, как я уже сказал, у Никиты с Ренатом одинаковое количество очков. И будет достаточно интересно. Посмотреть за этой борьбу, за лица чемпионства. Борьба будет на шутку. Так что, будем потирать руки и ждать первого поворота гонки. Но пока что я не знаю, с чем связана пауза, кого ждут. И, наверное, все-таки еще Никита Гриванов не зашел. Сессия. Ждем этого момента. Чтобы Лена отдал в старт сессии. Извиняюсь за посторонний шум. Сам достаточно не ожидал. Так вот. О чем еще можно поговорить? Я заходил на днюю группу. Я не видел, что проводились какие-то тесты. Поэтому пока что не могу сделать предположение. Кто на каком уровне сейчас располагается. И кто в каком темпе может сегодня проехать. Ну, просто как обычно выделю то, что нехороший результат можно рассчитывать от Рената, Евгения. Ну и в борьбе за подиум также может побороться Андрей Матвеев с тем же Артемом Ивановым. Ну и Никита Гриванов, он как всегда, просто будет стабильно ехать на свой результат. То есть человек, который, в принципе, берет свои результаты стабильностью. И стабильностью он взял титул в пятом сезоне. Так, ну вот, наконец-то у нас пошел обратный отчет. Похоже, у нас теперь все готово к началу квалификации. То есть все-таки 8 пилотов у нас сегодня будет на трассе. Но, в принципе, достаточно количества. Главное, чтобы просто борьбы было побольше. То есть не так, как в прошлый раз. Конечно, борьба была, но не в том размере, в котором я хотел. Хотелось побольше плотности. Побольше такой агрессии. В принципе, агрессия у нас и была на первом круге. И Максим Приголовкин получил штраф. И, по-моему, он сегодня должен его отбить. Если я не ошибаюсь, плюс 10 позиций ждет его сегодня на стартовой решетке. Гран-при Кореи. Посмотрим, так ли это. Погода у нас не изменилась, погода сухая. Вообще, трасса Кореи мне очень симпатична. И я очень жаль, что сегодня у нас проходит прощание с этой трассой. Потому что она действительно включает в себя все эти необходимые компоненты. То есть, здесь есть такие очень скоростные, прямые, апексы различных уровней, жесткие торможения. То есть, так сказать, в All-Inclusive все необходимое, что нужно для полного удовольствия. Иногда бывали моменты, что просто нечего делать, и просто захотел, чтобы просто для удовольствия поедить. Ну что ж, давайте смотреть. Ну что ж, можно, в принципе, озвучить еще раз состав, хотя, в принципе, его видели. Но, тем не менее, значит... В полном составе у нас сегодня команда Кейт Катарханов 1-тим. Представляют ее Евгений Нинсин и Ренат Медубаев. Также в полном составе команда Маруси, как и в прошлый раз, и Максим Кудаловкин, и Андрей Матвеев. Единственный представитель Феррари Артем Иванов. Надеемся, что сегодня все у него пройдет удачно, и не будет никаких вылетов. Егор Уханов сегодня будет наступать в цитах Макларена. Не знаю, пойдут ли ему очки. Я не помню, боевой он на стулок или нет, но... Факт того, что в личный зачет он баллы определенно получит, если доедет сегодня до финиша. Так, Никита Грибанов. Порой претендент у нас на вице-чемпионство. И единственный представитель сегодня Назалбера. Вроде бы всех называли... А, Ким Райкин, естественно, еще. На Форс Индии. Все-таки интересно, почему сегодня Роланд Танделов не вышел на старт. Хотелось бы... Ну, как бы всегда хочется увидеть побольше пилотов, но... В принципе, 8 человек это уже достаточное количество пакетского Назалбера. Если у нас еще будет борьба в таком большом объеме, то это вообще будет замечательно. Так что, будем ждать чего-либо интересного. Пока что у нас сейчас все пилоты, не читая Никита Грибанова, уже находятся на трассе. Можно посмотреть на карте расположения. Да, вот, видите. И кто-то уже из пилотов сейчас будет начинать быстро трюк. Выходит он на последний вираж. Ну, соответственно, уже где-то через полминуты мы увидим перевориентир первого сектора. Интересно, кто нам его покажет. Ну, я смотрю, что пока что не все пилоты так вот сильно друг друга отпускают. Хотя нет, там просто кто-то у нас заезжает на пидстоп. Так, ну, в принципе, теперь можно обратно входить в пилотрию. Наш лайфтайминг и следить. Ну, скорее всего, Артем Иванов это был, потому что он первым у нас обновился, когда только пилоты выезжали в пидстопы и кидали боксы. Также хотелось бы узнать, кто на какой резине, потому что вы видели, что в Silverstone, скажем, некоторые сортовали на более жестком комплекте. Я помню, был Никита Грибанов и еще кто-то так решил попробовать. Тем временем первый сектор у Артема Иванова 35,1, у Егора Уханова на секунду хуже. Им еще несколько... Ну, понятно, что пока что там ребята, они еще будут прикатываться, то есть кто-то уже сразу готов идти в бой, кто-то так более-менее там пытается найти держать. Ну, посмотрим, как все это будет происходить. Но пока что... Теленатный Дубайф так немножко удивляет, потому что секунды на первом секторе это уже солидный отрыв. Ну, возможно, была какая-то ошибка, мы сейчас не можем наблюдать. Именно прохождение его круга мы только видим сектора, мы видим времена. Артем Иванов закончил второй сектор. Похоже, сейчас хороший круг соберет Артем. Честно говоря, не было времени особо подготовиться, поэтому я не могу сказать, какое должно быть максимальное время. Минута 37,6 пока что ставит Артем. Посмотрим, какие будут отрывы. Егор Уханов очень много проигрывает. Минута 41,3 там более чем на 3 секунды хуже. Да, пока что разрывы очень такие громоздкие. Ну, вот Евгений Инютин. Прогреш 1,4 у него составил. Ну, по секторам видно, что Артему очень хорошо удался первый сектор. Ну, в принципе, я знаю, где в первом секторе можно потерять. Вот именно вот самый первый поворот, когда там очень важно не длить и не приделать раз. И как-то ты вылетаешь, ты связывал очень много времени и теряешь на этом. Поэтому, я думаю, у нас еще и справятся филоты, и улучшат времена. В принципе, как и сам Артем, может еще улучшить. Хотя мы видим, что на втором своем высшем круге Артем уже проигрывает сам себе полсекунды после первого сектора. А Евгений Инютин на первом секторе вышел из 36 секунд. То есть сейчас стоит ждать какого-то улучшения. Никита Грибанов у нас по-прежнему пока что не качественно появился. Возможно, Никита и сегодня будет стартовать на жестком комплекте с самого начала. В прошлый раз тактика, в принципе, вбивая его к успеху, но, как я сказал, возникли у него технические проблемы. Ждем времени неудения на втором секторе. Но пока что его нету. Так, Максим Приголовкин начинает с выборских рук. 37,1 у него. После первого сектора. Так, мы пока что не вижу каких-либо улучшений. Странно, что Андрей Матвеев пока что так слабенько проехал. Минута 44 это достаточно плохой результат. И это вообще, наверное, не попадание пока что в 107%. Ждем еще результата от Ринаты Нагубаева. Но также видно, что в сравнении с Артемом, первый и второй сектора очень плохие. Измените. Ну и сейчас у нас такое своеобразное затишье образовалось на трассе. Да, и только два пилота сейчас находятся на треке. Это Егор Уханов. Ирина, кстати, Егор начал еще один дискок-тук. Кликсик 6.0 у него после первого сектора. И, в принципе, это заявка на то, что попробует, ну, достянуться до второго места. Так, похоже, Андрей Матвеев у нас также покинул сейчас боксы. Попала у него вот эта вот табличка. И все-таки интересно, Попуга Ринаты Нагубаева находится на трассе, но до сих пор нет у него ни единого времени. И это тоже какой-то... А, вот, очередной клуб начал Ринаты. 35.6 после первого сектора. В принципе, достаточно неплохо. Это пока что... По времени он идет на второй результат. Ждем обновления после второго сектора. Ну, а скоро уже мы попробуем выйти. И может, все-таки получится у нас сегодня понаблюдательное запрохождение трассы. Вот. Очень хотелось бы этого увидеть. Со временем больше пока никаких улучшений у нас нет. Так, по-прежнему остались те же времена у Луханова, Матвеева и Райканина. А, Никита Гребанов, похоже, так и не изъявил желание сегодня выезжать на фразы. Но, в принципе, когда количество человек не такое большое, может быть и правильно, что Попуга страдает на более жестком составе. Но просто что в начале гонки будет очень сложно. Потому что, как я сказал, разница очень велика между софтом и медиумом. И очень сложно будет потом вернуть все эти позиции. Так, Ринат Миндубаев у нас показал время. Минута 39.6. И это у нас третий результат. И больше он, похоже, не собирается сегодня улучшать. Видим мы. То, что, скажем так, покинул свой кокпит. И так же, как и мы, будем теперь следить за продолжением развития событий. Достаточно странное решение. Лично я бы на его месте попробовал бы все-таки еще на одном комплекте выходить. Потому что времени еще более чем достаточно. 5,5 минут. А может быть, он действительно попробовал пойти на кодакте. Как я говорил, что экономия комплектов, чтобы в гонке использовать больше Синтерсофта. Но, может быть, у него в гонке будет преимущество. Ну, пока что отрыв Артема Иванова просто фантастический. Минута 37.6. Наверное, потрясающее время. Жалко, что... Не с чем мне сравнить этот результат. И не знать, на каком уровне сегодня находится этот колотон. Осталось 5 минут до конца заезда. И похоже, что Артема Иванову нет критикового смысла сегодня выезжать больше. На транс. И, видимо, что он сидит в боксах. То есть, одного быстрого хуга ему, наверное, хватит вполне, чтобы завоевать сегодня пол-позишн для своей команды. И для себя лично в первую очередь. Правда, Евгений Ницин сейчас попробует еще немножко улучшить. Видимо, что... 4 десятки он поигрывает после первого сектора и 4 после второго. Ну, нет. Пока остался этот отрыв. Андрей Матвеев, кстати, несколько улучшил свой результат. И подтянулся к Егору Уханову. Возможно, тут будет еще какая-то небольшая борьба в плане позиций на стартовой решетке. Ну, 8 десяток, между ними, меньше секунды. Но остается меньше 4 минут. Я думаю, может, все-таки есть смысл попробовать выйти из сессии. Ну, получится понаблюдать за пилотами. Да, получилось. Надо было раньше это сделать. Мы можем сейчас наблюдать за тем, как проходит круг Егору Уханов, пилот Матварана. Идет на первом секторе. Первая прямая, которая зона ДРС. Очень жесткое торможение, видимо, притормозил немного. Но главное, что вписался в поворот Егор. Закончил первый сектор. Сейчас очень такая интересная связка начала второго сектора. Хорошей проекторией избрал Егор. И вроде бы неплохо вышел. И есть шанс сейчас у него улучшить этот результат. Но пока он не подошел к третьему сектору, давайте посмотрим, кто еще у нас сейчас находится на трассе. Кто на быстром круге. Максим Приголовкин. Нет у него времени. Да, получается только Егор сейчас находится на трассе. Ну что ж, давайте тогда досмотрим этот круг уже до конца. Вот тут такая очень непростая связка. Очень хорошо он проходит. Отлично, и не вылетает за пределы трассы. И это уже третий сектор. Остается буквально несколько поворотов. Но только вот тут вот он срезал. Возможно, сейчас не засчитают ему этот круг. Потому что сокращение дистанции действительно имело места быть. Выходит на прямой старт-финиш. И улучшение явно будет... Да, минута 39,7. Становится лучше круг Егора. Или он такой убил. Потому что не лучше он пока что позиций. Нет, Егора лучше он... Да, как я сказал, ему просто вот засчитали. Засчитали вот связание в той части дистанции. А так, бэн. Возможно, он вышел бы на третью строчку. Ну, правда, что у нас не бежит... Обратный отчет времени. Сколько-то осталось. И... Сложно понять, есть ли пилотов все время высоты трассы или нет. Но я так понял, Егор сейчас делает еще один высоток круг. Ой, чуть не помешал я сейчас Марусин. Но все прошло благополучно. Проходят сейчас два таких красных апельсов и Егор. Здесь такая недостаточно сложная связка. Очень важно сейчас не будет идти в этом правом повороте. Хороший выход делает Егор. И очередная связка. Одна из решающих во втором секторе. Немножко широко заходит первый поворот. Но неплохой выход из второго. Сейчас, я думаю, Егора очень важно вот в этом повороте не срезать. Отлично. Отлично. По-моему, время круга сейчас будет не самое лучшее. Да, не улучшает Егор. И что, пойдет еще на третий круг? Достаточно смелое решение, поскольку... Килл Суперсофта износ достаточно быстро тут проходит. В гонке где-то на пятом цесном круге уже надо будет заезжать. Очень много керцей израсходовал на этот прямой. Сейчас был небольшой занос, но слойил машину Егора и продолжает атаковать. Завершает первую сектору, но мы не можем узнать какое-нибудь время. Я бы наместил Егора вот на этом участке и расходовал бы остальную часть керца, вот на том подъеме, потому что... Не хватает там немножко мощности двигателя, надо ему помочь разогнать обороты. Ну, Егор, другое видение на этот счет. Посмотрим, где он... Выпустить остальную часть своего керца. Которого в четырнадцатой формуле, как вы знаете, уже нету. И вроде бы писали, что так же нельзя будет сделать на стойку коробки переключений передач. Поэтому пока что сложно сказать, чего ждать от новой формулы. И понравится ли она игрокам, поскольку... Еще вся эта революция с дышками за шесть. Так, ну, тем не менее, закончилась у нас квалификация. Евгений Ньючин был, который принял еще одну попытку, и он несколько улучшил в это время. Секунда ровно у троигрыша от Артема Иванова. Блестящая квалификация исполнения Артема. Одного комплекта ему хватило, чтобы одержать сегодня пол. Поздравляем его с этим достижением. И два пилота Кейтера будут стритовать вслед за ним и попытаются навязать борьбу в гонке. Теперь нам в гонке будет очень важно, будет очень быстро выйти из сессии. К тому же мы еще не последние. Для нас будет Максим, но мы будем по разным сторонам стартового поля, поэтому не помешаем пилоту Маруси. 28 кругов у нас сегодня стоит для доли с пилотом. И будем с нетерпением ждать старта, который уже будет совсем скоро у Иппатили на соединение с Андреем Аклеевым. Теперь у нас уже только лишь 7 пилотов будет готовы начинать борьбу в сегодняшней гонке. Очень жаль, конечно, потому что великолепную борьбу они вели с Никитой Грибановым на протяжении гонки в Северстоуне, но тогда у нас из борьбы вышел Никит, и сегодня это уже Андрей. Так, и мы с вами на стартовой решетке Гран-Колеи. Очень быстро нужно будет сейчас выйти, потому что разгон очень небольшой, небольшой участок сам себе прямой, и нужно успеть посмотреть за стартом. Очень хорошо стартовал Кейпером, но... Я ошибаюсь, Артем Гланов на выходе, и сразу два Катерхэма обгоняют Артема. И Артема уже израсходован весь Керкс, и сложно сказать, как он успел все это сделать. И сейчас идет борьба между двумя Катерхэмами. Так. И Артем протискивается... Ой! Провоцирует контакты, он сейчас должен наступить дорогу, мне кажется, обоим к пилотам. Да, он так и делает. Евгений Ньюсин у нас на второй позиции, Ренат у нас вышел в лидера. Посмотрим, как у нас картина с завтой делается. И вновь атакует Артем Кейтерома. Борьба бок о бок. И проходит Евгения. Посмотрим, будет ли контратака. Вот здесь очень широко входит и возвращает позицию себе Евгений. Интересная время нас сегодня ждет между двумя этими пилотами. Ренат не дыбает пока что пользоваться этим и пытается уехать, но... Видно, что расстояние меньше секунды, и, по-моему, Евгений быстрее Рената. И очень быстро подъезжает. Был сейчас небольшой контакт об стену, но вроде бы осталась на месте левая пластина переднего антикрова. Ошибается Ренат и проходит! Ошибается Ренат и проходит Ренат и проходит Ренат и проходит Ренат. Ну, в момент переключения было видно, что, по-моему, там уходил в занос Евгений. Очень опасно там он пытался обогнать Рената и... Похоже, испортил гонку и себе, и Артему. И еще два человека у нас на педстопе. Это Максим Приголовкин. Ну, соответственно, сам Евгений, как я понимаю. Да, Евгений теперь с последнего места будет пытаться прорываться. Ну вот, я так понимаю, с пивотой Маруси он сейчас и начнет. Наверное, есть смысл проследить, потому что только тут, наверное, сейчас будет мучаться борьба. Ренат и Дубаев сейчас будет наращивать преимущество перед Егором Ухановым. И свежий комплект Суперсофта стоит сейчас на Евгении. Интересно, что случилось с Максимом Приголовкином. Он и так сортовал последним, то есть, что-либо, не было у него каких-то возможных инцидентов с другими пивотами. Только если он там тоже не нырял по внутренней проектории. Но, по-моему, в прошлый раз уже Максиму хватило, и должен он был увлечь. Рокки после полученного штрафа с Дельнатом. И приближается Евгений, ждем попытки атак. Пока что он уже начинает показывать себя в зеркалах. Уже здесь атакует. Была ошибка у Маруси. И возвращает себе одну позицию Евгений. Теперь на очереди Артема Уханов. Но тут уже большой отрыв. Это насильно, как и Артему, достаточно далеко до Акина Райкани. Но, судя по темпу, возможно, несколько кулов понадобится Артему, чтобы этот гендикап компенсировать. А что на группе лидеров? В принципе, Никита Грибанов может попробовать сейчас подъехать к Егору Уханову. Пилоты тоже примерно одного уровня. Интересно будет проследить. Хотя он сам в таком деле и Егор действительно отстал от Рената. Минута 45,2 пока что лучше только у Никиты. Минута 44,8 у Егора. То есть Егор все-таки сейчас движется быстрее. Но Ренат Нагубаев... Видно, насколько большая разница по времени. Ренат уже успел выйти из минуты 43. И, соответственно, сейчас просто уезжает и делает уверенные шаги на пути к сегодняшней победе. Пока что есть у него все шансы для этого. И ошибкой снизает угол трассы. Но Ренату сейчас не о чем беспокоиться. Все основные соперники далеко позади, у которых уже большие проблемы по ходу сегодняшней гонки. Максим Приголовкин у нас по-прежнему идет на пунктные строчки и не так далеко отъехал от него Евгений. И сейчас, наверное, и на пистоп кто-то заезжает. Кто это? Ким Райканин. Что у него случилось? Ну, уже ли так рано проводит первый пистоп? Да, это просто плановый пистоп и переходит Кимми на комплект медиума. И так же проходит его сейчас в Евгении Нютин. И сразу же, начиная с того, что отлавливает машину интернет-вороте Кимми. Сам Кимми перед гонкой говорил, что ему очень нравится эта трасса. Тоже так немножко сожалел о том, что косообразное прощание. И как бы вообще трассу построили не так давно, то есть только буквально 3 года, наверное. Проводили здесь гонки. Мне три с 2010-го. И так быстро трасса прекратила свой прием формулы. Причем трасса достаточно такая приятная. Честно говоря, вот сейчас многие следят за различными видеороликами формулы 2014-го года. То есть и показывали там трассу Сочи. Честно говоря, абсолютно мне не понравилась эта трасса. Слишком искусственная. Слишком такая банальная. Однотипные повороты. Такими неприятными торможениями. Високие скорости при очень узких коридорах. То есть нет такой зоны безопасности. Очень легко разбиться. И сами поребрики такие неприятные для себя. Много вариаций различных срезок. Ну и в общем-то говоря, ничего приятного себе эта трасса мне не оставила. То есть мне было бы гораздо приятнее наблюдать дальше гонки на трассе в Корее, нежели в Сочи. Ну посмотрим. Может быть это только такая графическая моделька от CD Masters. Может быть на самом деле там будет приятнее. Но... Смаку мне все граждане не очень понравилось. Минута 42,0 сейчас ставит. Круг Евгений Юсик. Наверное, лучший круг по ходу всей сессии. Да, это так. У Артема Иванова минута 42,1. Чуть-чуть хуже, но в одном темпе идут пилоты. Ренатный Дубай по-прежнему открывается от позади идущих. Но Егор в свою очередь увеличивает преимущество тинки от Грибанова. И все же к тому, что может завоевать сразу же подиум после долгого перерыва. И вот такое вот вращение может быть у пилота Макварона. С другой стороны мы видим, что Никита Грибанов, как я и говорил, он стартовал на жесткой резине. В более жестком составе. Медиум сейчас установлен на его болиде. Поэтому за счет этого Егор может открываться. Но посмотрим, в чью сторону склонится чаша весов после первого бестопа. В принципе, отрыв не такой уж и большой. И я знаю, каково сейчас преимущество Суперсофта перед медиумом. В порядке секунды можно на каждом криге привозить только за счет этого состава. Есть ли у нас какая-то борьба позади? В принципе, Артем Иванов уже не так уж и далеко от всей этой группы. Но последний круг ему не удался. Наверное, какая-то ошибка была, потому что он у него 45. Мы видели там с чем-то. Но, тем не менее, уже четвертое место. Уже потихоньку подбирается к подиуму. И Артем после замены антикрова предпочел одеть медиум. В то время, как Евгений у нас на сенсации. То есть... Возможно, есть какая-то запись, там, скажем, у Ринатона из Дубаева. Потому что... После минувшего Гран-при он долго, кстати, возмущался и критиковал Максима. И подъявил в свои видеоматериалы. И те рассмотрел. И после чего вынесло вердикт и выдало штраф. Так, 10 позиций. Не старт в вершатке Максима приголовки, на котором сегодня я отработал. Так, ну, пока что по карте сложно сказать, как далеко находятся соперники от Артема. По-моему, Никита Гребанов приблизился к Егору Хану. Была какая-то ошибка у Егора. Или это уже резина дает о себе знать. По коже резина. Даже визуально видно, что переднее правое уже в очень плохом состоянии. Нужно сейчас заезжать на этот стоп к Егору. Да, так и делает. А Никита усменяется дальше на трассу. И, соответственно, переходит на вторую строчку. Медиум выбирает Егору на свой второй отрезок. Также его, наверное, Артем Иванов сейчас проходит, да. Соответственно, занимает уже третью строчку. Ну, интересно, посмотреть, сможет ли Евгений Нинчин подъехать к Куханову. Будет ли как-то меняться вот это вот состояние между ними. Потому что Евгений все-таки сейчас установлен на суперсофт. Разница ощутимая. Ну и по расстоянию, по разрыву, я думаю, тут, ну, визуально где-то... Сейчас увидим точку. Ну, где-то секунд пять, я думаю, ну, пять-семь. Максимум восемь. То есть, однозначно меньше десяти. То есть, вот сейчас попал в поле зрения Евгения Егора. Как Кимми отмечал в прошлой трансляции вместе со мной, это очень здорово помогает. В психологическом плане, когда ты видишь свою цель, ты начинаешь как-то... сильнее давить на газ, что ли. И как-то у тебя быстрее получается сократить этот разрыв, если вы действительно быстрее. Ну, и видим, что, по-моему, визуально приближается. Может быть, не прогревал свой комплект еще Егор пока что. Но открыть тут уже явно меньше восьми секунд. Еще очень важно просто просить слить, если он такой очень техничный. И Евгений просто показывает образцы траектории, и, возможно, сейчас даже лучший круг. Смотрим. Да, минуты сорок один и восемь ставят. То есть, видно, как он устремлен сейчас в погоне за Егора. Возможно, на предельных оборотах. Но-но-но-но ошибается в первом повороте. Слишком увлекся он этой догонкой. Но все равно, не слишком много он потерял на этом, я так думаю. И определенно будет продолжать давить. Вопрос, насколько хватит ему этой резины. Потому что очень легко сейчас ее убить, находясь в таком высоком темпе. Но других вариантов нет, и Евгений нужно возвращать упущенное. Поскольку изначально за победу сегодня боролся он на первом круге. Конечно, хочется как-то вернуть себе все должен, ну или хотя бы попробовать разобраться на позе после столь уверенной победы в Север-Стоуне. Егор у нас пока что едет достаточно одиночистый, хотя не так далеко от него отпугается Артем Иванов, но все-таки темп у него, наверное, будет повыше, хоть и его резиню уже 7 кругов по Егору только еще вот этот первый круг заканчивается. Наверное, второй. И впереди у нас борьба. Видно, Никита Грибанов догоняет Ренат именно Дубаева. Вот это уже интересно. При том, что Ренат наметен и не помню, на какой резине еще Ренат слетовал. Не знаю, может быть, просто у него был уже такой отрыв, что он успел заехать на пистоп и выход перед Никиты. Но в зоне ДРС сейчас нету Грибанова и будем следить как призваться на события, потому что расследование действительно такое, что можно оказывать давление и пытаться атаковать. по-моему, все-таки Ренат отъезжает. И промахивает сейчас корректорию Никиты, теряет где-то порядка секунды. и похоже, там уже и Артем уже совсем скоро будет нападать, я думаю, на Никиту. Также расстояние тут уже небольшое, может быть, секунды четыре. Прекрасно на темпе сейчас идет Феррари и возможно даже попробую сегодня еще поворот за победу, кто знает, потому что 18 кругов за это время успеть еще можно многое. И уже видит, видит Артем свою цель. Резина сейчас намного свежее. А может быть и... Ух, хотя я не думаю, тут разница примерно два круга между ними, потому что Никита просто стартовал и у него комплект свежий. Заезжает сейчас в бокс и перемещается Артем на вторую строчку. интересно, стоит утверждать каких-то попыток нападения на Рената, это еще надо догнать этот такой достаточно объемный. Так, интересно посмотреть на какую резину сейчас перешел Никита. Еще один мидиум одевает, то есть скорее всего... Ой-ёй-ёй-ёй, ошибка. И теряет полностью переменять кровой Никита, как обидно. В первом же повороте. Это теперь целый круг, ему придётся ехать до пидстопа. На непрогретой резине сразу агрессивно пошёл атаковать, и не к самому радужному успеху это привело. Очень жаль, конечно, за Никиту, уже который раз ему не везёт. И сейчас, в принципе, всё складывается в пользу Ренатана Дубаева в отношении борьбы личного зачёта. Потому что Никита ещё позиции, наверное, потеряет. Следом за ним идёт Евгений Ньютин как раз-таки. И сейчас моментально нагонит Никиту, потому что без роддинамики в Корее очень сложно ехать. Просто везти машину за боксер. Сейчас посмотрите, какое у них примерно расстояние. Да, тут уже меньше 10 секунд, и в конце третьего сектора он уже подъедет, потому что сейчас сложный апец, и Никита предстоит, и как он будет его проходить? Просто сейчас аккуратно едет на траектории. Очень сложно это сделать, очень много времени теряется. На песок ещё нужно будет попасть. Тоже такой заезд, не самый простой. Всё, и вот только сейчас Никита заезжает на песок. И решает теперь Суперсофт остановить на свой болид. Там ещё кто-то на песок заезжает, следом за ним. Это Максим Преголовкин. Который также остановился после первого круга. Так же второй песок уже проводит, получается. А замыкает у нас пилотон с Немерайками. Совсем не ладится дела у пилота Порс Индии. Сейчас они попытаются лучше своё лучшее время круга, и персонально, да, это делается. Ну, не 50 и 9, но, конечно, это темп, который пока что никуда не годится. 8 секунд разницы на круге, это очень много. И сейчас уже, наверное, скоро круговым он будет. Ну да, так и есть. Вот Рената уже сейчас будет выходить на эту прямую вместе с Кими, и придётся уже подвинуться в сторону Кими, чтобы допустить Рената на круг. Достаточно быстро для нас кругов только прошло. Жаль, конечно, потому что Кими очень много старается, на самом деле, слишком много вкладывает сил. Всё это, и видно, как он увлечён и заинтересован в этом проекте, но всё равно пока что нет скорости, которая могла бы позволить ему бороться за какие-то позиции. То есть просто старается ехать, просто двести машину до финиша. Кто знает, может быть, в 14-й формуле ему будет проще. Может быть, там у него пойдут результаты, потому что кибирители V6, может быть, как-то изменится чуть-чуть физическая часть Кода Мастерс, потому что говорили, что и пилоты в этом году очень долго пилотали по машинам. Некоторые я до сих пор не пилоте. Плюс не будет, как я понял, вот эти вот настройки и короткие пилотчения передачи, то есть шансы уравняются, так же для тех, кто не очень страшно разбирается в том плане, как настроить болит. Поэтому в этом плане не кажется выигрышным. Так что, ну, загадывать не будем. Просто будем ждать. У нас впереди еще гонка в Бразилии, сбрешающая. И, как я понимаю, администрация готовит предложение последней гонкой сезона провести дистанцию 100%. Но, я думаю, ее нужно проводить в том случае, если бы достаточно пилоты достаточно борьбитой. Хотя человек 10 одновременно оборолок на трассе, не как у нас сегодня, вновь 7. Хотелось бы увидеть на последней гонке того же Виктора Акунасева и Стаса Филе, потому что мы здесь на все. Прекрасные, быстрые ребята. Хотелось бы увидеть Сашу Круева, а вы же Алексея Савельева, потому что на всех мест хватит. На всех интересно посмотреть, кто на что способен, кто как закончит этот сезон. Ну и пока я говорю, Ренат уже успешно подъехал к Киме. Сейчас он будет пропускать. Посмотрим, насколько аккуратно. Но Киме всегда это умеет делать правильно. Сейчас, да, вот видите, даже специально выхлопы делают разы, чтобы никакого дискомфорта у Рената не было. А Арксон, похоже, так и не приближается к Ренату, потому что, действительно, уже слишком много пройдено на этой резине, 12 пробов получается. И за Артемом уже устремляется у Хана, который, я понял, на более свежем комплекте. И, возможно, он сейчас идет быстрее. Потому что разница не такая уж и большая. Вот это уже интересно. В принципе, Артем сейчас может просто попробовать еще пару кругов потерпеть и... надеть еще один медиум и доехать на нем до финиша. Теперь пойти на тактику двух филстопов. Если он подержался 12 кругов, всего 28, то, пожалуйста, еще два, и можно надевать еще один медиум и идти до финиша. Как мы видим по карте, устремляется на очередной круг Артем. Возможно, так и будет, как я говорю. Будем наблюдать за этой картиной. Так, и что у нас там дальше в Телитоне? В принципе, Евгений уже тоже не так далеко от... расположен от... всей этой компании. Или все-таки... Нет, все-таки больше 10 секунд. Надо какие-то тактические решения принимать, наверное. Тем временем, экватор Гонки у нас прошел. Никита Грибанов ездит на пятом месте после своего сломанного крыла. Очень жаль, конечно. Сейчас улучшает свое лучшее время. Минута 42,4 становится. Максим при Голопьем также не тратит свое время, но оно пока что далеко от темпа лидеров, наверное. Мы видим, что Артем Иванов сейчас проходил Райкани на круг так же. И скоро это будет делать Егору Ханов. Попробуем с данной камеры посмотреть, как это будет выглядеть. Появился он в Калахкине. И очень быстро подвижает. И чувство не повреждает свой Банни в Киме ради того, чтобы пропустить их на круг соперника. То есть в очередной раз видим, насколько культурно он все это делает. Кстати, не воспользовался сейчас правый МГР, с которым мы предоставили. Пока что нет у нас какой-то борьбы на трассе. Расселились пилоты. Тут такие небольшие намеки есть на какую-то борьбу. Сейчас можно просто следить за кем-нибудь. Но я предлагаю это делать за Егору Мухану, потому что наверное он наиболее близок пока что к Артему Иванову. И возможно будет нас какая-то борьба, которую мы пока что и посмотрим. Но по-моему все-таки приближается несколько поцепенно к пилоту Феррари. Вот действительно сказывается в состоянии резины. И вообще лично мне кажется что у Егора шансов все-таки побольше потому что у Егора резина свежее. То есть он может еще круга 3-4 проехать в такой достаточно оптимальном темпе и потом одеть еще один медиум и так же как и Артем ехать до финиша. только если Артем под конец гонки опять будет терпеть то Егор будет просто ехать в своем темпе и у него резина разглушаться не будет в этом плане. Вот наконец-то Артем заезжает сейчас посмотрим наверное медиум будет его надевать. Нет Суперсофт получается еще медиум все-таки там красные ботки я видел в деле но все-таки медиум иначе до конца гонка. будет ехать Артем 12 кругов вполне по силам и будем смотреть сколько теперь еще будет оставаться Егор сразу за Артем воскакивает Евгений Юти наверное будет сейчас право на активацию зоны ДРС крыла нет не дали крыло но можно можно попробовать слипстриме по-моему есть да ловят слипстрим Евгений главное сейчас писаться нормально в поворот он это делает но не понимаете какое сейчас состояние резины Евгения тоже 15 кругов резина прошла и очень тяжело сейчас противостоять свежему комплекту сейчас просто в этих апексах Артем просто должен уехать что принципами сейчас и делает трат сказать если тут секунда зоны ДРС но Вот опять, вот сегодня вот эта вот его любимая ошибка вот в этом повороте Делать широкий выход и вылетать за пределы трассы То есть вот на этом его сегодня можно ловить и Ну, слишком плохая резина уже не чтобы Как-то контрактовать Но тем не менее держится И так же заезжает на пистоп И еще кто-то на пистопе, наверное, Егор уже заехал Да, Егор выезжает Вот это теперь уже у нас интересно Так, и Кейми Райканин у нас покидает Свой кокпит, не видит, наверное, больше уже смысла ехать дальше Но, в принципе, наверное, так и есть Темп у него был сегодня не самый лучший И в половину дистанции он проехал, чтобы очки пошли ему за счет Так что свои два балла он получил в полной мере И теперь может просто понаблюдать Как и мы за остальными пилотами Теперь можно, в принципе, посмотреть, на каком участке трассы располагается Артем и на каком Ренат Ну, Ренат уже выходит на прямую старую финишую Но у Рената еще так же будет пистоп Потому что 10 кругов ему сложно будет подержаться на этой резине Но Ренат, наверное, на последний отрезок изберет суперсофт И в этом плане ему будет проще, чем Артему То есть резин у него будет свежий То есть, наверное, Артему будет сложно сегодня одержать победу Теперь у нас Максим Приголовкин завершает полотон И, в принципе, для Никиты Грибанова ему не так уж и много Только, опять же, вопрос в динамике акции в сторону располагает И есть ли у нас какая-то перспектива на какую-то борьбу На данный момент мне интереснее всего посмотреть Когда же будет заезжать Ренат И на какой части трассы он окажется после этого выхода Артем, по-моему, все-таки сильно начал открываться Из стопа от Егора Уханова Потому что теперь в одинаковом состоянии у них резине Все-таки похоже на стройки чуть лучшего Артема Подобранные под эту трассу Ну, Ренат на очередной круг уходит Ну, в принципе, это понятно Если он хочет одеваться суперсофт, то Надо где-то на 22-м круге заезжать И Ренат будет терпеть Особенно, зная, как он проезжал гонку в Сильверстол Несколько он там Кругов удерживал И сложно представить, как вообще машина удержалась В таком состоянии износа Интересно посмотреть лучше круги Вот Артем, похоже, сейчас улучшил Ну, это 49 То есть, понятно, сейчас просто летит По трассе Прямо что не знаем, какой отрыв Он закончил первый сектор и Ренат Артем ездит как раз на первой прямой Из этого первого сектора Выходит, ну, секунд 15, я думаю В общем, в любом случае, когда Ренат выйдет из стопа Они будут, примерно, на одном участке играть И тогда уже будет интересно Когда у нас будет какая-то борьба за победу В любом случае, я на это надеюсь Очень хочется уже отнимать какую-то борьбу Потому что все пилоты растянулись И нечего особо тут комментировать пока что Можно пока что только Разменить сторону личного зачета И посмотреть Какого рода тогда будут у нас перестановки Но, то есть, тут так понятно, что просто Ренат уже уйдет по трэпу от Никиты Грибанова И в борьбе зависит от чемпионства Все-таки все будет решаться на последней гонке В Бразилии Которая пока что так и неизвестна Будет дистанции 50% или 100% Я думаю, в последней неделе мы об этом все уже узнаем И пилоты уже будут морально готовиться Потому что, скажем Если ты постоянная И держаешь дистанции 50% То достаточно тяжело будет проехать по там с лодку Потому что действительно очень сильно утомляет Но Зато это интересно И зато действительно после этого ты Действительно понимаешь, что ты наездился Что ты получил вот это удовольствие И тебе этого хватает То есть, вот скажем После моей длительной карьеры мульти Где постоянно идут гонки на 100% То есть Ты просто садишь на 2 часа То потом как бы 50% У тебя проходит на одном дыхании И тебе как-то Чувствуется вот эта вот нехватка Ну вот, поэтому Смотрим Ну Я думаю, если будет дистанция 100% Некока То вот это просто будет К примеру, раз Там по середине недели То есть просто, чтобы Выдержать 2 часа Потому что Нагрузки есть Особенно, вот я помню Какие нагрузки были Большие летом Когда За окном стояла Жара Там Больше чем за 300 градусов То есть Просто я на гонку Ставил себе Бутылку и минералки И во время перстопов Успевал там пить Потому что действительно было жарко Там Порт уже цех ручьями И Эффективно было Как тяжело управлять Было тяжело сидеть То есть 20 кругов Списицы проехало И ты уже чувствуешь Какой-то дискомфорт Но надо продолжать Бороться И ты понимаешь Что все такие условия Ну и тогда Как-то собираешься И едешь дальше Ну теперь уж как бы Сезон не трог Дело идет ближе к зиме Поэтому Не думаю, что Будет сложности в этом плане Если будет полноценная Лонка у нас состояться Так Ренат надувая Похоже До сих пор У нас На перстоп Не заезжал Нет Вот похоже Сейчас выезжает Ренат Да Делает это На суперсорти И выезжает Перед Артемом Получается 8 кругов Нужно Ренату Выдержать На этом составе Но я думаю Он сейчас Пойдет В отрыв От Артема Посмотрим Крыва DRS Нет Но похоже Есть тут небольшой Сливстрим Вот наконец-то У нас теперь Есть какая-то Звязочка Небольшая Будем следить За Борьбой За победу Сегодняшней гонки Для Артема Сейчас самое главное Это как-то Удержать Вот эту вот Секунду Разрыва Дазон DRS Но нет Не получается Сделать И Сказываю Вот это вот Состояние Слежей резины И Разница В комплектах Все-таки Слежим Суперсофт И медиум Который уже Прошел Где-то Порядка Пяти Кругов Очень сложно Что-то сделать С Артему Ну видно Что Темп Сегодня Артем Он просто Потрясающий Был Потому что После Каких Передряг Он Обернулся В зону Дидеров Он сегодня Сломал Переднюю Крылоту С него Пошла Вся Тактика Под откос Действительно Потерял много Времени Конечно Не столько Сколько Никита Потому что Никита Просто Во втором Повороте Уже Блицел Стену И полностью Снял Себе Ему 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 Весь Круг Нужно Было Дручаться То есть Он еще На круге Потерял Где-то Секунд 10-15 Однозначно Все Не попадает Артем Под крово Но все равно Не сдается И не отпускает Далеко Рената Может быть Надеется Что будет Еще Какая-то Ошибка У пилота Катархэма Сейчас Где-то Полторы Секунды Я думаю У пилота У меня есть Лучше Отработал Ренат Вот эту Недленную Связку Постепенно Даже Исчезает Из-под 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 Пилота Феррари Сейчас Будет Интересно Какое Время Круга Покажет Ренат У Артема Увидели Он Сейчас Наверное Едет В пределах Минуты 41 Сейчас Первый Бысок Круг Закончит На Супер Сорте Ренат Последние Связки Третьего Сектора Последние Два Левых Поворота И Небольшая Дуга С правым Уклоном На Выход На Прямую Ну нет Ренат Феррическое Время Не Покажет Просто Вылет Из-за 1 42 И Все Да Минута 41 2 Во Время Похоже Сейчас Будет Еще Какого Кругового Проходить Вот Кажется Можем Посмотреть Если Там Какая Борьба В конце Тулатона Как У нас Там Уделал Евгений Нитин Давно Уто Не Смотрели На Нилан Никита Грибана Пустил Еще Стоп Гонку На Медиуме Если Вдруг Еще Ничего Не Случится У Пилота Так А Евгений На Четвертом Месте И Перед Круговой Или Нет Егоруханов Перед Евгением И Небольшой У них Отрыв Интересно Может У нас Еще Здесь Будет Какая Борьба За Подиум Тоже Есть Ради Чего Бороться И Небольшое Расстояние Надо Сказать Минута 44 Скажем Так Лучше Круг У Евгения И Минута 42 И 2 У Егора То Есть Темп Евгения Выше Наверное Вот На Этой Паре Нам Стоит Остановиться И Посмотреть Что Будет Дальше Пять Кругов Тем Временем Остается До Конца Гонки Если Пилоты Еще Хотят Отлучить Свои Позиции Надо Как-то Действовать Хотелось бы Узнать У кого Какой Баланс Топлива Сейчас Есть У кого-то Право Что Включить Спогащенные Смыслы Может Что-то Вообще Вынужден Экономить Сможно Сможно С Виде Зрителя Вот Такой Форме Всегда Наблюдать Когда Ты Не Знаешь Отрывов Не Знаешь Никакой Тактики Ты Просто Сидишь Смотришь И догадываешься В каких-то Вещах Ну Видно Что Евгений Сейчас Эффект Сокращает И Действительно Борьба Намечается Будут Какие-то Атаки Похоже Что Евгений Перезину Одел Не так Давно И Заезжает На 500 Зачем Будет Хорошо Чувствовал Себя Если Сейчас Заезжать То Это Только Для Того Чтобы Подеть 500 Да Красные Ободки Сейчас На Кейтере И Лишает У нас Борьбы Ну Я смотрю Егора Тоже Сейчас На Состояние Самое Лучшее Кто Знает Если Егор Будет Терпеть Может Быть Еще И Успеет Догнаясь Кейтер Посмотрим Что Может Быть Но Ратем Все Таки Отпускает Рената Где-то Порядка Трех Четырех Секунд Будем Есть Вопрос Хватит Внутри Делать На Или Что-то Одинарное Но при этом Еще улучшает Сейчас Очень серьезно Снимает Шесть Десяток С Своего Лучшего Круга И Это Теперь Вовсе Лучший Круг По Ходу Гонки На Одну Десятку Он Призошел Круг Артема Иванова Похоже Что Ренат Все Чисто На Петре К Своей Очередной Победе Не Помню Какой По Счет Я Помню Что Перемь Него Было Две Победы Возможно Было Еще Посмотрим Никита Грибанов Уже Опять На Супер Сор Слишком Много Интересно Я Надеюсь Это Уже Было Плановое Плановое Заезд На Петстоп А Не Очередное Снятие Крова Или Что То В этом Роде Егор Уханов У нас Успел Побывать На Петстоп Евгений Нютин Атакует Ошибается Егор Есть Атака Есть И Проходит Будет Ликон Ратковать Егор Вот В чем Вопрос Оба Сейчас На Супер Сор Все Обоих Равные Шансы Перемервнич Егор Морально Просто Подавил Сейчас Несколько Евгений Своего Оппонента На Маквароне Посмотрим Глазами Егора На Эту картину Уезжает Евгений Но Егор Остается В зоне ДРС И Неплохо Здесь Выходит Правильное Дело Что Сейчас Выдавлю Керс Потому Что Здесь Очень Можно Разогнать Обороты Двигателя Очень Важно Пройти Вот Эту Сейчас Связку Техничный Сектор Третий Отлично По-моему Нет Все Так Плохо Вышел Из последнего Поворота А так Дайпл Был У него Эта Вот Зона ДРС Да И уже Нету Права У Егора Очень Галко Потому Что Хотелось Посмотреть Продолжение Борьбы Но Может Быть Еще Все Будет Может Теперь Егор Будет Заставлять Нервничать Снова Женю И Ну Еще Какое Продолжение Борьбы Но Тем не менее Права До сих Пор Нет И Интересно Посмотрим У кого Какая Скорость Например Хорошо Егор Сейчас Отормозился И по-моему Нет Где-то Чуть Больше Секунды Где-то Полторы Вот Мешает Открыть Крыло Егору Ошибаюсь Я Кстати Сейчас На торможении Женя И Подъехал Немножко Егор Уже Уже Нету Керса Он Доход Есть Наверное На Тех Прямых Но Слеп Стал Больше Ой Не ошибаюсь Ошибается Егор И все 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 Вот это Сейчас Может Пилота Выбить Из колеи Вот такая Обидная Ошибка Которая Откинула Его назад Немного Улучшает Он свое Лучшее Время Но Видно Что Уже Длительный Контакт Потерян С Килотом Хейпера И Устремляется Вперед Он Так Килотом Далеко Уехал От Артема Да Это Действительно Так На Карте Видно Где Сейчас Располагается Артем Да Очень Серьезно Уже Отъехал От Другой Кто Сзади Артем Располагается Максим Приголовкин Располагаем Маруси Такое чувство Как будто Он Сейчас Идет Быстрее Артема В принципе Может быть Так и есть Потому что Все таки Сейчас В очень Плохом Состоянии Находится Резина Очень Много Кругов Уже Дал Ей Артем Возможно Сейчас Круговая Маруся Будет Пытаться Приходить Сюрали Все Может быть Даже Можно На это Посмотреть Раз Пока Что У нас Нет Больше Нигде Никакой Борьбы Да И Открывает Даже А Максим У нас На суперсофте Сейчас Будет Пробовать Но пока Что Деликовато Расстояние Не ошибается Но Ренат Недубаев У нас Уже Уходит Ушел На последний Круг И Давайте Последний Круг Пройдемся С лидером По этой Замечательной Трассе Может ли Нас Считать Отлично В голове Количество Поворотов Которое Остается Для того Что Пересечь Финишную Черцу Ушел 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 Второй уводит на финишную прямую и побеждает. Ренат не любит сегодняшнюю гранд-фли Кореи. Поздравляем пилота с этим успехом. Артём завершает гонку вторым. Отличную гонку провёл Иванок, потому что действительно впечатляет то, из какого низа он выбрался. После первого круга он, сломав переднее антикло, смог подняться, даже в какой-то момент немножко побороться с Ренатом. Действительно, дорогого стоит, но ему сейчас, наверное, очень обидно, потому что действительно темп сегодня был победный. И гораздо интереснее было бы, если бы не было этого контакта, и эти два Крейтера и одна Феррари продолжали бороться на протяжении всей гонки. Уважает третьим над сегодня Евгением Метя. Вновь хорошие очки набирает, и это, в принципе, очень хорошие очки сегодня для команды Крейтером. Они, наверное, уже, может быть, даже вышли уже в лидеры личного зачёта. Кубка Конструкторов, извиняюсь. Егор Уханов у нас финиширует на четвёртом месте. Также хороший результат для Егора после возвращения, учитывая, как долго он не был с рулём болида Формулы-1. Никита Грибанова завершает дистанцию на пятой строчке. Обидно за Никиту, потому что глупая ошибка сегодня, конечно, была на середине дистанции, когда он долго выехал из пистолка и потерял вот этот передний антипилот. То есть тоже вся тактика пошла под откос, но и кричательные результаты вы видите на своих экранах. Радует сегодня то, что только один пилот остался в круге, то есть часть пилотов пошли в один круг, и плотность сегодня была лучше, чем в прошлый раз. Ну вот разве что хотелось бы всё-таки побольше борьбы. Потому что жалко, что все пилоты вот так вот растянулись, и сколько таковой борьбы мы с вами победить сегодня не смогли. Видимо, с вами Рената Нагубаева. Радуется своей победе. Ну и на этом всё. Наша гонка возвращена. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, что я следующую гонку также смогу прокомментировать. И надеюсь на более интересную борьбу, на более высокое количество пилотов. С вами был Ник Винник. Спасибо, что смотрели. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok